Дорогие коллеги, мы приступаем к курсу «Социология и искусства». Наш курс, хотя и не сжатый, но он объемный по содержанию. Включая в себя как теоретический материал, так и некоторые элементы полевого или практического исследования. Благо, социология – это та наука, которая не требует специально оборудованных лабораторий или долгих поездок. Действительно, социологией можно заниматься и у себя в квартире, и во дворе, и в университете, и наблюдать жизнь искусства, и в Малой Горевее, и в Большом музее, и делать выбор. Цель нашего курса, конечно же, передать некоторые принципы социологической работы, которые потом пригодятся к музейной, галерейной или любой другой деятельности в области искусства. При этом социология, конечно, не сводится к какой-то отдельной отрасли, как социологии публики или социологии творчества, хотя эти элементы тоже входят в ее состав. Но как нельзя свести теленка к бифштексам, хотя и с теленкой происходят бифштексы, также нельзя свести социологию к отдельным социальным исследованиям. Сразу нужно предупредить о смешении бытовой и научной рациональности, потому что очень часто, например, в бытовом смысле социологии называют маркетинговые исследования, вроде исследования потребительского поведения, в том числе и в музеях и учреждениях культуры, или называют в социологии какие-либо рассуждения об общественной жизни. Но ни то, ни другой социологией не является. Это маркетинговые исследования, это социальная критика или социальная рефлексия. Но при этом нужно понимать, что никакая социальная рефлексия сама по себе не становится научной. И даже глубокие рассумышления об обществе, если они не выполняют правила научной рациональности, наукой не являются. Тоже такая социологическая наука, как такова. Прежде всего, конечно, бурное развитие социологии приходится уже на XX веке, хотя социология институционализирована была еще в XIX веке. То есть появился ряд исследований, которые назывались социологичными. Но возникновение социологических факультетов – это уже после Первой мировой войны, когда социологию преподают в качестве дисциплины, по которой можно сдавать экзамен, защищать диплом. И, конечно, институционализация социологии была связана с теми глубокими социальными сдвигами, которые были во время Первой мировой войны. Движения масс, появление массовых движений, новых партий, всеобщая мобилизация, возросшая социальная мобильность, например, урбанизация перемещения людей в город. И выяснялось, что прежние теории не могут описать непротиворечиво эти явления. Например, просто экономическими мотивациями можно описать переезд отдельного человека в город, но с помощью экономических мотиваций нельзя описать становление городской жизни или изменение образа городской жизни или возникновение новых городов. Экономически, например, можно объяснить индустриализацию, почему строятся заводы и вокруг них возникают города. Почему города возникают именно такими, заводы возникают именно так, а не иначе, именно с такой скоростью, просто, допустим, экономистам не удавалось объяснить. Хотя до этого казалось, что, например, экономическая мотивация объясняет вполне социальную мотивацию. Но это отдельный вопрос, как деятельность целого ряда гений, таких как Макс Вебер или наш соотечественный, ставший американским ученым Петерин Сорокин, вот в период между двумя мировыми войнами создавали социологию уже как университетскую дисциплину, а не как просто область, одну из областей философских исследований. Как они создавали социологию, которую можно преподавать студентам и привлекать студентов и выпускников к конкретным социологическим исследованиям. Немного надо сказать тогда сразу о предмете социологии, методе, ну и некоторых общенаучных посылках, на которых держится социология. Потому что без этого картографирования начального даже историю социологии, не говоря уже о спецификации социологии и искусства, объяснить невозможно. Прежде всего, конечно же, предметом социологии является социальная жизнь. Иногда у нас, например, в нашей научной литературе употребляют искусственное псевдолатинское слово «социум» для обозначения социальной жизни. И, конечно, это отличается от бытового понятия «общество». Ну, потому что слово «общество» в бытовом смысле может означать все, что угодно, в том числе и небольшое. Например, мы тебя не пускаем в наше общество. То есть ты не общаешься с нашей компанией своих человек. Аристократы светским обществом считали только себя. Все остальные люди просто были слепым пятном. Они не воспринимали это как часть общества, и поэтому на них внимания не обращали. Например, заметим, что у Пушкина и у Гоголя образы крестьян непредельно условны. Крестьянин обретает характер, как Савельич, например. Когда он входит, его пускают в общество, то есть делают частью дворянской жизни и дворянской культуры. До этого они просто работники, они часть пейзажа, они такие стопажные фигурки, но отнюдь не социальные агенты. Не те, кто делают что-то в общество. То есть они могли, разумеется, на общий философском уровне, разумеется, признавали крестьян такими же людьми, как и они. Но на уровне социальной рефлексии они оставались в слепой зоне. Они как бы не видны. Ну, потому что для этих писателей и дворянами являются и те, кто дают источники знаний, то есть литературные образцы. И сами они аристократы. И читатели. Их тоже, по преимуществу, в первую очередь аристократы, ценители. Поскольку они писали для ценителей. В те времена уже вполне существовала и массовая, такая рубочная литература, всякого рода там. Все эти там рассказы о шутах и королевичах, которые читал простой народ. Но ясно, что Кушкин не обращался к той же самой аудитории. Он обращался к ценителям. Ценитель по умолчанию, человек с библиотекой. То есть человек высокого социального положения. И, конечно же, в то время, как, допустим, в случае, например, русской литературы в круговой половине XIX века, то в ней народ повсю как раз появляется. Потому что уже подозревается, что книгу могут прочесть в том числе и люди, выходцы из простого народа. Изменяется социальный профиль аудитории. И изменяется, соответственно, представление о том, кто входит в то общество, которое интересует писать. Тургенева, Достоевского или Толстого крестьянин уже вполне интересует как личность, как человек со своими собственными взглядами, со своим жизненным опытом, со своей жизненной траекторией и со своим внутренним миром и умением объяснить это. То же самое происходило, например, с концептом детства. То есть понятно, что, например, вплоть до просвещения вообще не было идеи ребенка как такового. То есть ребенок может рассматриваться как просто некий материал для взрослого, если речь идет о политической сфере. То есть ребенка надо обучить, посадить на лошадь. Если там в религиозной сфере только потенциальный грешник, тогда его надо перевоспитать и не дать ему стать грешником и так далее. То есть ребенок не рассматривался как нечто автономное, потому что, опять же, литература, интеллектуальная жизнь, интеллектуальная рефлексия существовала для взрослых и среди взрослых. В то время, как только дети начинают читать и заглядывать в возрастные книги, появляется ответный шаг в литературе XIX века. То есть признание за ребенком собственного мира и собственного отношения происходящего. В этом смысле, как вы видите, социология, например, социология чтения, которая является частью социологии искусства, она объясняет то, что мы бы не объяснили того же, скажем, просто культурологически. Например, почему крестьян не у Пушкина такие, а у Толстого такие? Почему дети и те писатели какие-то, а у других так такие? Да потому что, как ни странно, заказчик, аудитория, она то определяет не меньше произведений, чем автор произведений. Если произведение рассчитано на людей, не видящих крестьян, то в нем крестьян и не будет. И это вопрос действительно о том, кто входит в общество в бытовом смысле, а кто нет. То есть, например, понятно, что для театралов общество это те, кто ходит в театр. Например, человек говорит, я был в театре и встретил там полу Москвы. Полу Москвы это 6,5 миллионов человек. Понятно, что 6,5 миллионов человек в театре не было. Но просто он признает в качестве людей те, кто ходит в театр, кто составляет компанию театра. Это означает, что я встретил моего старого друга Петра Ивановича и моего старого знакомого Веронику Михайловну, которые там большие любители театру. Петра Ивановича. Вот это полу Москвы. Или там те работы. Или, допустим, хоронили знаменитого человека, знаменитого в академических кругах. Или в литературных, говорю, вся Москва собралась на полу. Хотя понятно, что собралось там 200 человек из тех, кто связан с этим человеком профессиональным. Но просто, опять же, это не означает, что театралы не считают других за людей в смысле бытовых отношений. Но они не считают в тот момент, когда они начинают говорить о некотором форме эстетического производства. Тогда, действительно, только театралы относятся к обществу. По этому поводу есть старый анекдот. Директор театра докладывает, что одна из актрисов ходит в зал. Он спрашивает, за кого? За нашего режиссера? За кого? За актера? Ну что? Неужели там за святителя, за работника сцены? Говорят, нет-нет. И он говорит, что из публики? То есть, для сообщества актеров получается публика – это уже, в общем, как бы то, что лежит за пределами. Ну, вообще, как бы общественных прилич. То есть, это заведомо как бы неприлично. Когда, допустим, для греков были варвары, которые лежат за пределами греческого мира. Здесь публика тоже лежит за пределами этого мира. Все это мы еще будем разбирать, как формируется, например, богема, что это такое, как формируется творческий класс. Это важные вопросы социологии. Пока иллюстрирую только примерами, чтобы объяснить, почему бытовое употребление словом «общество» не годится для социологии как науки. И, учитывая, что сам концепт общества, в общем-то, возникает в конце XVIII века, как и многие другие концепты, вроде настроения или, там, попозднее, мировоззрения, которые вполне описывают такой вот гружуазный реальность. В XIX веке, когда, там, у меня нет настроения на работу, крестьянин бы так не сказал бы никогда. Сказал, там, я плохо себя чувствую. У меня заболела рука. Или, допустим, у меня есть мое мировоззрение такое. Там, крестьянин бы так не сказал, насколько он сказал бы, там, меня, там, в церкви научили там. То есть, это концепты, связанные с появлением буржуазного общества и его автономии, с появлением жанра романа, который представляет собой такое зеркало буржуазного общества. И вот возникает множество таких в конце XVIII, начало XIX века специфически буржуазных концептов, таких как мировоззрение, настроение, общество. Мы употребляем с вами эти слова, как будто они такие естественные, как будто они описывают объективный мир. Но на самом деле эти слова изобретенные, изобретенные недавно, практически за несколько поколений до нас, которые были бы непонятны предшествующим состоянию культуры, которые говорят о возникновении автономного буржуазного производства. Где буржуазия распределяет определенным образом труд и отдых и, соответственно, подстраивает в том числе культуру на обслуживание и труда, ну, например, и отдых. Ну, например, герои романа дают пример и некоторой профессиональной карьеры, некоторого профессионального успеха. То есть обслуживают труд, в принципе, в городском и буржуазном смысле. И одновременно они показывают пример отдыха, поскольку сам роман развлекательное чтение и позволяет организовать отдых, как в некоторой культурной доске. Там, где, например, труд подчинялся традиции, а отдых подчинялся празднику, там бы, например, жанр романа был бы не очень понятен. Потому что жанр романа подразумевает, что человек, в общем-то, сам планирует а, свою карьеру, б, распределение времени, которое нужно будет в этой карьере. И, собственно, тот, кто думает о карьере, тот читает роман, видит, как там герой романа, будь то, что Джульен Сорель, там, я не знаю, или там Гарри Поттер растет, там, я не знаю, осложняется, совершенствуется, проходит, встань, и там становится настоящей личностью. Зеркало мне как-то ужасно. Вот как раз социология искусства, как наука, для этого и нужна, чтобы пока, чтобы увидеть за понятиями вечный, там, я не знаю, гений, талант, красота и так далее, на самом деле, социальный заказ и некоторую социальную обусловку. Поэтому социологию искусства, в какой бы версии она ни выступала, мы рассмотрим многих авторов, и там, американских, как Говард Беккер, например, с его унсайдерами, изучением там джазистов, и, например, Пьер Бурдио, крупнейший французский, ну, как социолог искусства, и другие авторы 20 века. Хотя Беккер его, думаю, совсем недавно. Вот. И всех их, и обычно, к социологии искусства, ее недолюбливают некоторые творческие люди. Потому что обвиняют ее в том, что она сводит искусство с небес на землю. Что там, где мы видели что-то прекрасное, поражающее нас, изумляющее, трогающее и так далее, они видят социальные отношения, механизмы взаимодействия заказчика, исполнителя, клиента, творческого и творческого производителя и так далее. То есть видят такую, как бы, низкую социальную, рыночную практику там, где мы до этого видели что-то возвышенное. И вот к социологам искусства время и время приходят творческие люди и говорят, вы нас расколдовываете. Это термин Макса Вебера – расколдовывание мира наук. Мы там считаем, что мы служим музам, мы вдохновляемся свыше, с небес. А вы говорите, что на самом деле искусство, его профиль во многом заданным нынешним строением социальных связей, ролью публики и так далее. Вы в результате там, так мы служили музам, теперь мы служим публике и заказчику. Что это такое? При этом, но дело все в том, что здесь есть две стороны вопроса. Первая сторона, что действительно такая демистификация происходит, потому что социология искусства не оставляет вне своей критической рефлексии, причем научной критической рефлексии, никакую отдельную такую вот как бы мифологему и такой вот концепт или образ, которым обосновывают себя художники. Ну, например, художник говорит, что я, там, я не знаю, богем художник, что я такой свободный, как птица, я совершенно не забочишь там ни о деньгах, ни о славе и так далее. Приходит социолог искусства и говорит, что сама богема стала возможна в обществе перепроизводства, когда появилась впервые в XIX веке некоторая обилие промышленных товаров хотя бы какой-то. Когда, например, можно снять отдельную комнату, тот самый чердак, на котором богема и живет. Богема живет очень бедно, но там на чердаке, там, и питаясь там через раз. Но в том-то и дело, что только, например, в XIX веке стал возможен такой тип. Потому что в XVIII веке, когда ты привязан к своему сословию, если ты крестьянин, ты должен всю жизнь пахать, ты придворный всю жизнь должен быть при дворе, богемы быть не можем. Могут быть придворные композиторы, могут быть придворные художники, могут быть художники, выполняющие действительно заказы, причем невероятно дорогие. Но, как таковой богем, как открывая богема, стало возможным, условно говоря, в Париже в середине XIX века, где есть там свободные чердаки, куда можно поселить. Где есть там, не знаю, угольное отопление, что ты не увлешься на этом чердаке от холода. Ты действительно там бедный, потому что картины никто не покупает, тебя не интересует. Но как бы твои условия существования в качестве богемы, они полностью предопределены той социальной рамкой, в которой ты существу. Это одна сторона. Что действительно в социологии искусства, и об этом я сегодня тоже порассказываю, она объясняет, откуда берутся гений, талант, культовый, высокий, прекрасный и так далее. Насколько эти все слова на самом деле имеют вполне конкретную социальную локализацию. Ну, например, самый простой пример слова «шедевр», которое, в общем-то, изначально было техническим словом. То есть это, по сути дела, дипломная работа в Академии. То есть шедевр – это образцовое произведение в том смысле, что это произведение, за которое тебе выдали диплом в Академии художества. Что показал ты умение работать на хорошем уровне. Умение сделать нечто высококачественное. А во время богемы шедевром называют все, что угодно. То, что я считал. Потому что это богема, а она сама себе академия. И точно так же, как, например, появление частных учебных заведений стало возможным с какого-то момента. Так же и появление богемы стало возможным с какого-то момента, которая сама себе академия, сама себе экзаменатор, экзаменуемый. То есть такая вот автономизация. И там слово «шедевр» стали уже применять к любым произведениям, которые кажутся такими восхитительными. И поскольку автономия образования вдохновляет, ну, всем, конечно, скучно сидеть там просто на уроках, хочется веселиться, то в результате это богемный поворот, когда шедевром можно стать все, что угодно, потому что рисунок Пикассо сделал за минуту. Это, конечно, очень вдохновляет. И сразу говорят, ах, Пикассо вот за минуту этот голод рисовал, за него платят огромные деньги. Ну, это вот новое понимание шедевра. По анекдоту Пикассо сказал, что рисовал там минуту всю жизнь. Поэтому это стоит дорого. И вот как раз такое же происходит со многими словами. Например, та же судьба слова «гений», которую я обычно довольно подробно разбираю, как вот там демона Сократа, то есть некоторого автономного источника суждений, представлению об автономии эстетического суждения. В XVII веке от шефа были до Эммануила Канта. Когда до потом романтическое приписывание себе гения, когда говорят уже не имею гения, имею совесть, а я гений. Это, конечно, связано с национализмом. Что у каждой страны ей должен быть гений. И в конце концов, разумеется, как вторая богема, то есть возникающая уже, например, в XX веке, она начинает слово «гений» употреблять в значении члена этого сообщества. Это имеется в виду, что как бы сам совесть этого сообщества – сам высший сообществ. Каждый может быть судьей внутри этого богемного сообщества. Каждый может быть как бы его совестью, назвать в порядку или внести новые критерии. Поэтому, например, как песни богема, там, чтобы всякий из нас был гений. Или как там Довлатов вспоминал, что в их там в петербургских кругах там давали новичку пить водку. Если он отказывался, то его спрашивают, что не гений. То есть ты не поддерживаешь некоторый канон богема. Который отличает вот этих самых богемщиков. Или, как говорил Говард Беккер, аутсайдер. Люди в его книгу разбирать. Вот. И совершенно замечательно про джазистов американских, американских антеграмм. Вот. И, соответственно, гений, понятно, гений должен пить водку, безобразничать, то есть, в следующем случае, подтверждать свой статус контракультурного аутсайдера. И быть тем самым, так сказать, совестью, как бы, честью этого сообщества. И, как видите, все эти понятия, то, как их употребляют, поскольку, как видите, смысл этих понятий менялся не раз, а вот тоже социологически окрашен. Ну, или еще один пример. Я стараюсь свою репцию анекдот разнообразить, иначе мне поздно, и я сам здесь даю. Пример со словом «классика». Вот мне знакомый редактор литературного журнала рассказывал, как однажды пришел один графоман. И графоман принес свой роман огромный. Графоманы пишут романы, что-то странное. И редактор посмотрел, сказал, мой, ваш роман печатать не будет. На это этот графоман, степи почтенных старичок, сказал, как печатать не будет, это же классика. Понятно, что он имел в виду не то, что он считает себя равным. Или там Гомера. Или как еще. Он имел в виду, что его роман графоманский соответствует тем представлениям, которые существуют о классе. Например, у Льва Толстого есть диалоги и описание природы. В его романе тоже есть диалоги и описание природы. То есть, значит, я пишу примерно, как я пишу. Правильно бы, с точки зрения социологии, было бы сказать мейнстрим. То есть, что он пишет мейнстримный роман, что существует некий канон мейнстримного романа такого усредненного. Немножко диалогов, немножко философии, немножко описания природы. И что его роман соответствует мейнстриму. Тогда, по крайней мере, с этим графоманом был бы разговор, тогда уже был бы вопрос другой, о качестве. Потому что тогда, да, ваш роман мейнстримный, поскольку в нем есть и диалоги, и характер, и описание природы, и все, что мы в школе изучаем, как надо исполнить. Классический роман. Ну, вот, допустим, этот диалог там оборван. Здесь герой не ясен. Вот так далее. То есть, здесь же уже нужно было бы выяснять слабость этого романа с точки зрения критерий мысли. Когда же графоман говорит, что я классик, он тем самым как бы иммунизирует себя полностью от критики. Но при этом нельзя сказать, что он совершает некое высокомерное. Он не говорит «я классик», не говорит «я Толстой», там «и Толстой, я Убкин», это равные величины. Это он совсем не говорит. Он говорит «я Убкин», пишу так же, как и Толстой, потому что у меня есть написание природы, диалоги, фотософия, характеры, события, привязка к историческим событиям и так далее. То есть, мой роман «Мэнстрим». И вы видите, что это весьма отличается от понимания классики, которая, например, связана с античным каноном, то есть, ориентации на Гомеродов, на Фергилия, на Трагиков и так далее. Разумеется, никто не может посвятить себя классиком, если он не производит что-то того же уровня, если он не напишет эпосный экзамен. Вот. И, то есть, классика тоже стала пониматься, как некоторый мейнстрим, ну, и как, с другой стороны, как нечто образцовое. И, допустим, например, если говорить о современной, допустим, массовой культуре, то в ней, например, очень социологически окрашено противопоставление классического и культуры. Вот, например, есть классический кодекс, есть культовый кодекс. То есть, классический кодекс подозревает, что он аминстримный, его все знают, б, соответствует неким представлениям об образце, опять же, представлением социального терминирования, то есть, детерминированно как средним городским потребителем, который готов платить за эти кодексы. С точки зрения, допустим, какого-нибудь там. А культовый как раз означает, что он не обязательно совершенный и не обязательно мейнстримный. Некоторые могут считать его неудачным, но именно из-за таких отклонений к мейнстриму он и становится, у него возникает некоторое сообщество служителей культов. Тех, кто, допустим, любит эти кодексы, понимает, что они несовершенны, в чем-то не можно предъявить эстетические претензии, но зато они как бы именно данные сообщества в штыре. Допустим, этот комикс стал культовым, например, для геймеров. А, скажем, те, кто не принадлежат сообществу геймеров, не понимают, в чем культовость этого комикса. Они считают его просто плохо сделанный комикс. Даже и как бы классический режиссер, и культовый режиссер. То есть, классический, делающийся стримное кремльтское кино образцово, а там культовый режиссер, тот, кто имеет меньше поклонников, аж хаосный режиссер, но зато вокруг него создается некий ажиотаж и концентрируется как бы некоторый новый тип сообщества. Например, те же сообщества геймеров, которые нуждаются культовым режиссером, чтобы геймер стольки тенировать, как субкультура, а не просто какой-то отдельный профессиональный термин. И вот это одна сторона, вот это действительно такое расколдовывание демонстрации, что любой термин на самом деле социологически может быть разложен и можно установить, при каких условиях рождается культовое кино, при каких социальных условиях возникает классика, какие для этого нужны социальные институты, при каких социальных условиях возникает представление о высоком и прекрасном, как это связано с концепцией труда, досуга и прочим буржуазным устроением мира. Но есть и другая сторона этого расколдовывания мира. Собственно, что социология показывает другое, что есть некоторое действительно автономие творческого сообщества, но есть и гетерономие. То есть творческое сообщество может иногда выступать автономно, но действительно происходят вводить что-то прекрасное, духовное, значимое для внутреннего нравственного развития многих людей, но оно иногда гетерономное, потому что подчиняется некоторым законам другим. Например, Моцар, первый фактически гастролирующий композитор, который был свободен, то есть не был привязан к служению двору в церкви, которая оплачивает музыку, а зарабатывал гастролирующий. То есть понятно, что он полностью автономен, то есть он создает своих законов, и он для романтиков соответствует понятию гемии, то есть человека, который создает собственные законы того, чем должно быть музыкальное произведение, а они следуют каким-то другим законам, но при этом он гетераномен, потому что само это гастролирование стало возможно при появлении вот этих вот как бы новых типов политических сообществ, салонов, клубов, разного рода аристократических и не только аристократических сообществ, некоторых даже сетей сообществ, например, для Моцарта была важна принадлежность к масонской ложе, которая была первым таким интернациональным свободным кругом, свободным сообществом. То есть в этом смысле он автономен как производитель новых музыкальных форм, но гетераномен в своем поведении. То есть в некотором смысле он ведет себя как масон, когда выбирает аудиторию. Масоны свободно могут завербовать кого угодно в свое масонство, даже и Моцарк, грубо говоря, может завербовать кого угодно свободно по качеству поклонника своей музыки. допустим, слушая Моцарта, им вербуемся вполне эффективно. И таких, собственно, вот это сочетание автономии и гетерономии, оно действительно постоянно является предметом обычно конкретных последований, часто они опираются на уже упомянутого Пьера Бордио, французского социолога, и таких исследований немало. Ну, я обычно начинаю с разбор с каких-то простых исследований, ну, например, есть совершенно замечательные, допустим, работы, написанные как раз по нашему русскому классику, Абрама Ильича Ритблата, известного редактора Сорунька, бывшего Сорунька Ленинской библиотеки, называется «Как Пушкин вышел в гейм?» Хотите, я вам ее перескажу? Вот. Значит, суть такая, что он решил рассмотреть, а, собственно, в чем секрет успеха? Ну, помимо действительно невероятного литературного одаренства, который возможно не признать. что сделал Пушкин? Ну, Пушкин, собственно, литература существовала в нескольких вариантах, которые он отверг за пол. Это литература приборная, когда литератор служит и выполняет задания императорской власти. Это литература коммерческая, то есть рассчитана для народа, разного рода, глубочные повести, всякие сатирические стихи и так далее. То есть то, что действительно могут покупать на продуктах. Им интересно читать фактически такой телевизор в реале. Они читают про какого-то Бабу Королевича сейчас в реале. Вот. И есть литература дилетантская. Ну, то есть допустим современники Пушкина батюшка даже Жуковский который был с одной стороны придворным воспитателем наследника с другой тоже дилетантом который пишет просто потому когда пишет а когда не пишет то есть для которого это некоторое такое хобби и понятно что все три модели они не обещали успеха поэзии на русском а русский литературный рынок он был весьма узок потому что просто грамотных людей было мало страна большая довольно раздробленная и создать литературный рынок гораздо труднее чем про два панта поэтому Пушкин с самого начала читает Рейдбар действовал не только гей который породил гей очень одаренный человек который может производить проект на русском инициативные формы но и как очень расчетливый даже в какой-то мере такой коммерсант Моцер литературы который очень хорошо знает как сколько произвести Моцер знал сколько нужно гастролировать чтобы зарабатывать также и Пушкин знал сколько и как нужно значит первое что сделал Пушкин стал регулярно наладить регулярные производства каждый год выпускают по южной паре каждый год по главе Евгения то есть когда регулярное производство нужно есть система ожидания то есть как все с нетерпением ждут новой главы понятно что рынок был так сказать уже гораздо чем например европейский Диккенс заработал в Лондоне первыми двумя романами и когда они покатились с продолжением в Америку плывал теплоход и ему на набережную высыпал народ чтобы узнать в продолжении что случилось с таким героем или например Дюма соответственно когда вышел граф Монте-Кристо он построил на это целое имение приобрел землю построил дворец в стиле историзма понятно что у Пушкина доходы были меньше но он очень заботился то что он вышел в прибыль при двух обычных имениях это уже говорит о многом и вот и вот соответственно первое это значит регулярность второе что нужно делать это конечно всегда так сказать делать такие вот то что привлекает читателей что привлекает всегда и сейчас Мэша такой кроссовер то есть разного рода микс героев жанров и так далее начиная с Руслана и Людмилу по сути дела если я допустим если вы перечитаете Руслана и Людмилу вы на самом деле увидите что это вообще крайне непристойная вещь когда набрали пол непристой ну например скажем когда Руслан приезжает к колдуну колдун говорит что так сказать Черномор не мог испортить Людмилу потому что он уже старый патент и Руслан так сказать не может после этого заснуть потому что он разумеется в эротические сми сняться значит он будет первым мужчиной так сказать Людмилу и вот это удивительно что детям дают эту вещь потому что она крайне непристойная вот и ну и в общем такое балансирование допустим тоже когда скажем в Полтаве скажем Мария во сне видит Мазеп как возлюбленного просыпается и видит своего отца то есть такой намек почти на инцест то есть это вот как бы действует на грани непристойности на грани вот такого вот то есть делать славянское фэнтези такой непристойный роман приключенческий роман исторический и все прочее то есть это сразу будет скандальный сенсат на экран вышло что-то одновременно фэнтези исторический блокбастер непристойность и все прочее то есть все те рецепты которые сейчас для бестселлера и собственно и как бы южные поэмы они все допустим южные поэмы они разумеется построены как стрим ну то есть допустим как бы цыгар то есть соответственно как сейчас какой-нибудь популярный блогер был бы стрим из цыганского табора и там в прямом эфире показал убийство то же самое как сейчас стримы собирают множество миллионов просмотров и поймы Кушкин собирали аудиторию готовы платить вот и это ну и правда Рейнблат затрагивает действительно вопрос что рано или поздно все-таки это как бы это все и все истощается потому что публика требует все нового и нового и понятно что приходится как-то рок-музыкантам осваивать какие-нибудь смежные профессии когда уже они не могут там десятый раз в тур поехать и они начинают заниматься живописью журналистикой и так далее как и Пушкин в 30-й год начался создавать журнал заняться историей написать историческое сочинение в этом смысле Моцарт и Пушкин они были однозначно предшественниками Рорка в общем такой же такой же биографии и поэтому вот как раз социология искусства она показывает как собственно формируется вот этот образ гениальный и как раз Рейдбад указывает что опять же слово гений может по-разному пониматься например в немецкой традиции романтической и например в французской там традиции они будут пониматься вот значит вот значит они будут пониматься пониматься по-разному но суть такая значит всего этого дела что гений как бы был понят как универсальный то есть кто может писать и поэму и роман и роман в стихах и все прочее то есть Пушкин вполне поддерживал это столице и любовную лирику и какую годную лирику и вот в этом смысле Пушкин влиял на формирование самого понятия гений и то есть то что такое гений считать в России универсалом это по многому потому что Пушкин формировал понятие гения и те кто признавали Пушкина гением тем вкладывали в слово гения понятию в другой стране понятие гения будет складывать что-то другое но здесь вот получилось именно это универсальный а потом уже Достоевский из этого делает вывод о такой универсальности восприимчивости русского характера способности подражек русского стать англичанином французом понять все народы хотя ясно что Достоевский просто нестанавливает воспринимает ту ситуацию на самом деле такого коммерческого масшапа коммерческого такого создания бестселлеров которое воспринимает как политическое явление то что для Пушкина было утверждением нового типа коммерческого поведения а до него нет и вот это как раз Пушкин но поскольку рынок был маленький то Пушкину приходилось действовать на рынке как главный друг и фактически создавать объяснять что можно про стихи покупать регулярно что можно поэмы читать регулярно а не потому что она типа попалась то есть приучил людей к регулярному потреблению некоторого культурного продукта названием так то что было неочевидно понятно что какого нибудь у каких нибудь дворя написанных Евгении Онегине у них как бы ясно что у библиотеки были там у кого у Ларина почему потому что собственно генерал Дмитрий Ларин он собственно то есть Дмитрий Ларин бегодит генерал-майор он разумеется мог себе позволить собирать эту библиотеку и вкусы тогда уже сформировались на французском каноне романа-сериала эти ричардсоны это же фактически ну тогдашний сериал вот то есть он мог себе позволить довольно дорогое удовольствие вот это вот и потому допустим помещики попроще они читали то что попадет попадет им какой-то том они его прочтут Пушкин это постоянно случайно календарь какой-нибудь какой-нибудь один том из какого-нибудь романа какой-нибудь хозяйская книга то есть что Пушкин постоянно жаловался что у аристократов то есть аудитория которая обладает способностью никаких собственно книжек особо не водит и поэтому почему Пушкин об этом писал часто потому что ему важно было доказать что вот те дворяне которые так себя ведут они не прав покупайте все мои книжки регулярно покупайте книжки регулярно заходите в книжный магазин регулярно просматривайте книжные каталоги подпишитесь на нет вот собственно это месседж Пушкина согласитесь что такая интерпретация ну совсем не соответствует тому как в школе но если вы не научитесь так интерпретировать вы социологами искусственными во всяком случае это лучше чем постоянно повторять про какие-нибудь образы природы и так далее социология искусства кстати про образы природы пейзажную лирику тоже позиция которая связана с тем что конечно же это рассказать как возникла сама идея национальности пейзаж ну или на истории искусства мы рассказываем потом значит если коротко то это связано конечно с рядом политических идей 18 века которые потом некритично были подхвачены норматическим национализмом основная эта идея была противопоставление севера и юга лучше всего конечно на выраженном Монтескио который как раз говорил связывал с север демократию он был апологен в том числе английского опыта демократии сейчас югом связывал деспотию такую и разного рода и он говорил что вот там где все скудно где ресурсов не хватает там люди думают о справедливости о политическом предстоянии и поэтому например в Англии утвердилась демократия ну и например в Италии он говорит сплошная Италия гнет под и гомоноземцев под тиранией потому что когда все само растет все само с неба падает это небо голубое там я не знаю урожай три раза в год снимаешь можно расслабиться ничего не делать такое вот небо dolce farmente такой вот миф хотя итальянские крестьяне работают очень тяжело и упорно вот тогда все свалит все сваливается само и в общем таким образом сочинялась такая черная легенда об Италии особенно конечно ее главным потребителем стал конечно Наполеон Бонапарт который Италию ограбил вывез оттуда все произведения искусства и под тем лозунгом что итальянцы будучи вообще примитивными крестьянами вырожденцами лентяями они недостойны а вот французы как церилизация они конечно это все достойны и вот это черное таким образом образ итальянского пейзажа как такого прекрасного сладости снега все эта сладость он формировался сначала как чех черная легенда Наполеона на дискредитацию Италии на решение ее и политической культурной экономики но дальше что приходит приходят романтики романтизм возникает как ответ на наполеоновский универсальный произведение как попытка его оспорить приняв некоторое его положение например представление о становлении личности тем не менее оспорить его политические предпосылки то есть все универсальные наоборот романтизм оставлять на капризной личности или национальной самобытности и здесь уже пейзаж становится тот же итальянский пейзаж наоборот становится знаком национального возрождения то у нас итальянская сложная нега сладострастие но это как раз говорит о том что именно это формирует наш особый характер наш особый самобытность нашу особую такое умение наслаждаться жизнью умение артистизм виртуозность и все прочее то есть из тех же самых предпосылок и сорт-джемен итальянский национализм стал создавать вот этот вот национальный характер и вот создание национального характера оно очень тесно связано допустим с понятием национального пейзажа ну например фактически в Англии и в России это две страны где сложилось представление тоже представление об очень тесной связи национального пейзажа и национального характера И тоже оно социологически вполне объяснимо, потому что в Англии была идея болезненной тоски, сплина, как меланколии, то есть такой сверхчувствительности, как болезни аристократов. И нужно было оправдать это в том числе английской погодой, частой переменчивости погоды. Из-за того, что у нас то облака, то дождь, то солнце. В результате это людей выматывает, делает сверхчувствительными, то есть делает меланколиками, погруженными. То есть, когда нужно было английским аристократам оправдать, что почему-то обстоят свои привилегии, то можно было объяснять свои провалы не тем, что они не умеют управлять, а тем, что какая-то тоска, какой-то сплин на сперах. То есть, это был способ, допустим, английский пейзаж отстаивать элитами Англии своих привилегий. Русский пейзаж тоже во многом формируется, и тоже формируется дворянской литературой для отстаивания дворянами привилегий, где как раз говорится, наоборот, по бескрайних просторах. То есть, о сложности фактически обработки земли, о сложности обладать со всем хозяйством, то вот эти огромные просторы и все прочее. И, соответственно, это тоже самоуправдание дворян, что мы так плохо управляем не потому, что мы плохие управляемцы, а потому что там есть такие просторы, есть широкая русская душа, есть какая-то там особая духовная такая тоска во всех этих пространствах. И вот тем самым национальный пейзаж, он еще складывается везде, как такая иммунизация элит. То есть, способы для элит защитить себя от социальной критики. Это признание того, что они провалили многие задачи. То есть, для защиты привилки. А уже потом, собственно, этот как бы национализм становится довольно естественным, как будто. Ну, потому что в социологии есть так называемый закон третьего поколения социализации. То, что для первого поколения непривычно, для второго и третьего поколения социализации становится естественным. Школьник. Когда в школе будет такая школьная форма, то школьники все ворчают. Ну, допустим, следующий класс, который приходит и видит, он уже воспринимает это как то, что нужно. А третьему поколению, следующему классу, следующим первоклассникам уже это естественно. Школа, это школьная форма. То есть, люди очень быстро социализуясь привыкают даже к самым нелепым. Это такой вот закон третьего поколения. Социализация очень быстро привычная. что все это начинают принимать как должное. И потом там удивляются, что многие обычаи, но об этом я говорил, немножко культурного взаимодействия много, как большая часть обычаев, которые мы считаем историческими, они же возникли как только во время второй промышленной и так далее, которые потом начинают восприниматься как кистика. И вот как раз здесь много было, как бы это самое. И вот как раз национальный пейзаж, он формируется таким образом, как такое вот самая иммунизация элит. А потом он уже воспринимается как такой знак лояльности. Любить страну, это любить ее природу. При этом далеко не везде. Например, во Франции, где элиты часто менялись, национального пейзажа не установили. Установились как раз французы сходят из того, что пейзаж везде разный. Рованс не похож на него. Например, как в Англии, например, основой национального пейзажа, если вспомнить любую, природный, любой пейзаж английский, там, например, облака. То есть некая переменчивость погоды и переменчивость и это отличается от французского пейзажа. И соответственно, например, в русском пейзаже, вспомнил Шишкина, и там, наоборот, небо оказывается цель, а наоборот земля. Сосны, поля, рожь и все прочее. То есть переменчивость обладает другая пространство. Там, как бы, земля как-то. И небо оказывается капризная земля. И как видите, на самом деле, то, что нам казалось фантазией художника, на самом деле имеет, вы видите, опять конкретное социологическое объяснение. Что на самом деле социологический инструмент, он взламывает большую часть загадок и старин. Причем там, значит, таких исследований уже достаточно действительно много. Мы постепенно будем говорить о них. подходит Светлане Альперс и ее исследовании мастерской Рембрандта. Благо, эта книга уже есть по-русски. Или, например, скажем, немало исследований о малых голландцах и о том, как формировался там рынок сбытка. Кто были покупатели, кто были коррекционеры, кто это перекупали, кто продавали. Ну и вообще там, как бы, как, собственно, работал, значит, как вообще работало строить отношения заказчика и исполнил. Значит. Ну да, потому что, действительно, тот же романтизм и тот же, как бы, ситуация капитализма 19 века, создающая вот эти квазиавтономии внутри большого города, богем, она очень влияет на восприятие прежнего искусства. Очень часто, например, в 19 веке описывали как богемных художников и тех художников, которые ужаснулись бы такого описания. Ну вот, допустим, там, ну, например, в фильме Андрея Кончаловского про Геланджело, он там, значит, он там идет, грех, он там идет там по тосканскому пейзажу пешком. Хотя ясно, что художник такого уровня, он не мог просто ходить пешком, учитывая вообще, что за него это поездка, чуть ли не война, в аренции началась, то это как там изобразить топового голливудского режиссера, там, едущего на лоцепеде. И, ну, как бы вот этот образ богемы, хотя, как я сказал, богемы далеко не бедные, а, наоборот, пользующиеся просто этими категористическими квази-австановиками, она на самом деле, вот этот образ как раз блокирует для нас понимание предшествующего развития. Чем был заказ, как строились отношения с заказчиком, как строилась академия, как строилось продвижение искусства, то есть то же самое, как бы промоутерская деятельность Пушкина, заставлявшего всех покупать ромские книги и вообще как бы создававшего впервые идею, что можно регулярно создавать домашние библиотеки, которая была неочевидна для аристократов, которым там собак охотничьих важно было купить книжки, а нужно было доказать, что чтение должно стать таким же аристократическим специальным обычаем, как, например, охотничьим. Это, согласитесь, задача непростая, но Пушкин в общем в целом решит. Заметьте, что Пушкин как бы исходил из того памяти, что как бы народ, простой, долгот будет тем любезен я народу, освоит только эстетическую произведение, то есть эстетическую форму поймут только продвинутые, только как бы эксперты, знатожники, а не как раз простой народ, который максимум освоит вот этически, а не эстетически. Ну, потому что как бы эстетически он обращался, разумеется, к графу, к дворянам, к людям, имеющим доступ, и определенное развитие, которые могут увидеть такие интертексты, которые, например, читали Вольтера, привыкли к больнодумству, и читают больнодумную панелью. А, допустим, народ, который Вольтера не читал, не очень поет, что это за приключения, на лубочных книгах не очень похожи там. Вот. И, собственно, социология искусства, она как раз показывает, как, собственно, образуются разного рода такие сообщества, или, наверное, там, сообщества, и сохранявшуюся вплоть до, там, я не знаю, до того же момента Коварда Бэнкера. Или как формируются поля, то есть те, как бы, среды, внутри которых, как бы, эти социальные механизмы производят, приводят к регулярному производству литературы, искусства, живописи, архитектуры и всего прочего. Ну, и последнее, что я успею сказать перед перерывом, совсем мало для него времени осталось, это то, что значит, что обычно просто прежде занятия социологией обычно все выбирают какой-то такой базовый актермологический аппарат. В большей части наших учебников по социологии вообще, ну, по социологии культуры, в частности, социологии искусства, в основе лежит так называемый функционализм созданный Парсонсом, вот, и как раз Парсонсом стали на русском переводе 60-е годы, мы отцепили, и вот Парсонс, он создал представление о функциях, о том, что предмет описали через культуру. И поэтому какой учебник там культурологии, социологии открываешь, везде это функции культуры, функции искусства, функции, например, социальная функция, воспитательная функция, образовательная функция и так далее, это вот всех студентов заставляют учить, при этом Парсонса не читать, я бы, например, вместо этого просто Парсонс, если вы хотите структурно-функционалистский подход. Вообще, читаем, вообще мой принцип, учебники зло, и школа зло. Так сказать, ничего хорошего, так сказать, не научить, сколько уроков, где вы говорите, Пушкин это наше. Потому что это не научная рациональность, это поддержание некоторых там буржуазно-националистических. Не буду, что правы, что это такое. И вот как раз функционализм, он, конечно, хороший подход, Парсонс был невероятно крупным ученым, но мне ближе его оппонент Шут, который разрабатывал противоположную теорию, это теория социальных событий. Где, как бы, каждое явление описывается не через функции, а через участие в событии. И заметьте, я ни разу не сказал, допустим, слово функция сегодня, но фактически все время говорил о событии, о событиях Пушкина, о событиях публикации Евгения Онеги, которые определенным образом устроили. Если бы Пушкин Евгений Онеги не по главам публиковал, которые при этом каждая глава подавалась по 5 серебряных рублей, то есть огромные деньги. То есть фактически коллекционно, как далюксовая вещь. То есть Пушкину было важно приучить людей, что книги это такая же ценность, как у вина, и если вы тратите новинок, или там на лошадей, на собак, то тратите новинок. И что события Евгения Онегина, если бы он печатался в журнале, было бы другим. Если бы он печатался там сразу все главы, было бы совсем другое, но как раз Пушкин как раз очень все продумал, как создавать второго рода события, как создавать сами, как бы, некие сенсационные ситуации. Как, в общем-то, создавать сенсационную литературу. Первая глава Евгения Онегина, сенсация, потому что это такой светская хрония, блог светского льва, который имеет тоже. То есть это сейчас это топовый Инстаграм был. Инстаграм Евгения Онегина, светской звезды Инстаграм. Инстаграм я называю как произведение искусства, я имею в виду конкретный продукт, запрещенный в России, в прошлом мире. И как раз все это, все это удовольствие, оно как раз очень хорошо действительно шутся в теории социальных событий, анализ. Постепенно я буду это раскрывать, что такое события, какие события предсказуемы, какие нет, в какой мере мы можем управлять событиями, в какой мере мы являемся сами марионетками этих событий. Это все мы за одну лекцию сразу встретим. Ну давайте сейчас тогда перерыв, а до второй лекции я вам кратко расскажу, как появилась социология. Пока! Пока! Сейчас вам это очень сложно. Продолжение следует...